Привет. Пойдешься у нас сегодня на выпуск? Все, давай, до встречи. Она пошутила. Что? Она вообще не любит тебя, не хочет, чтобы ты приколюбил. Пока. На уроках актерского мастерства ребятам скучать не приходится. На каждом занятии что-то новое и занимательное. Сейчас, к примеру, их учат развивать воображение, выражать эмоции и перевоплощаться в разные образы. Задача педагога – раскрыть детей и помочь им перебороть страх перед публикой. А в этой студии детей учат креативно и нестандартно мыслить, генерировать интересные идеи, которые помогут им в будущей профессии. Ярослав Разувайлов любит выступать на публике и собирать овации зрителей и считает, что это у него неплохо получается. Мальчик хочет стать профессиональным актером, поэтому и записался в школу креативных индустрий, занятия в которой станут для него хорошим стартом на пути к мечте. По-твоему, хороший актер, какими качествами он должен обладать профессиональным именно? Он должен знать свое дело, он должен уметь хорошо играть, он должен уметь выполнять свою роль, он должен запоминать свой текст и должен быть исполнителем. Вижу свое будущее хорошим актером и все это будет благодаря педагогам-наставникам, которые преподают в нашей школе креативных индустрий. Преподавательский состав тут действительно сильный, каждый из педагогов действительно профессионал своего дела. Аслана Кирбижева знают многие и даже не как преподавателя, а как одного из самых популярных диджеев Карачаева Черкесии. При помощи специальных программ он из любого трека может создать целые электронные музыкальные композиции и его опыт будет полезен тем, кто хочет стартовать в карьере диджея. В каждой композиции есть вступление, которое идет где-то от 30 до полутора минут. Мы наше сведение будем начинать вот с этого места. Пока эта композиция разгоняется, мы готовим следующий трек. Электронная музыка в принципе нужна для того, чтобы формировать мнение и представление каждого ребенка, для того, чтобы научиться писать музыку и абсолютно из любой музыки сделать электронную музыку. А конечной инстанцией этого всего станет то, что каждый из них сможет тратировать эту композицию и он станет диджеем. А диджеество это уже тот контент, то к чему стремится каждый ребенок стать популярным, всемирно известным. В школе креативных индустрий каждый класс оснащен специальным оборудованием. Например, в студии, где обучают фото и видеопроизводство, стоят современные компьютеры, на которых ребят учат осваивать фотошоп и желающих заниматься немало. Мне всегда, прямо с детства было интересно фоткать людей и когда были какие-то нюансы, которые им не нравились, и они просили их исправить, теперь я хочу научиться их как-то исправлять и доставлять людям этим удовольствие. Словом, школа креативных индустрий это арт-пространство, где детей научат фотографировать, записывать видео, создавать анимацию, 3D-графику, писать электронную музыку. Всего пять студий. Ребенок сам выберет именно то направление, которое ему интересно, где ему помогут раскрыть творческие способности. В нашей школе есть такая система модулей, где ребенок, когда приходит сюда, он не выбирает какое-то одно направление и обучается только в нем. Нет, у него есть возможность в течение первого года обучения освоить все направления, которые есть у нас, в принципе, которые я сейчас перечислила. И по итогам первого года обучения каждый ребенок выбирает направление для второго года обучения. Ну, допустим, графический дизайн. И на том же самом графическом дизайне в течение второго учебного года мы помогаем ребенку реализовать ту идею, которая зародилась в его голове. Каждый год школа креативных индустрий набирает новых ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Для поступления нужно пройти отбор, выполнить творческое задание. К слову, свое желание обучаться там уже изъявили около 100 ребят.